И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очень жесткие новости, очень интересные сообщения, которые умеются прямо у меня сейчас. Кто был на вчерашнем стриме, тот уже знает, о чем идет речь, знает, про какое вооружение сегодня будет идти разговор. Сегодня у нас игровой видеоролик, который посредственно еще связан с скрытым апом Джиггернаута. И сегодня мне очень сильно хотелось бы рассказать вам про него. Если вам эта темочка нравится, то обязательно не забывайте прожимать Лукас на данный стрим. Ой, какой стрим, говорю, на данный видеоролик. Ну и также подписываться на канал. Сегодня мы пикаемся в Джиггернаут, и я вам покажу и расскажу то, что произошло за последние сутки, можно так сказать, с данным интересным, уникальным танком. И наконец-таки это свершилось. Джиггернаут апнули. И по имеющейся мною информации я вам могу сказать так, что по сути он должен был быть аптут уже давным-давно, но произошло это только-только и сейчас. И при всем этом раскладе это сделано в скрытую. И никто об этом вообще никакой информации нигде, ни на форуме, нигде вообще ничего не написано. У меня крит ошибка. И я постараюсь сегодня именно попикаться на Джаггера, да. Я не записываю сегодня, то есть, отдельно, знаете, как фрагменты, и потом просто рассуждаю. Я хочу именно запикаться на самом Джиггернауте. Я думаю, что у нас там со второй-третьей катки должно это получиться. Извиняйте, если это займет какой-то определенный срок времени. Но я попутно еще также расскажу, с чем я столкнулся, что я увидел вчера. Я мимолетно на мульте решил зайти в Джиггернаут. У меня там даже заданки не было никакой. Просто опыт там набить. И захожу в катку, пикаюсь, начинаю накидывать урон и понимаю, что что-то здесь не так. Что-то явно не так. Так, я даю рельсу в аншочу викинге. Вылетает 3000 урона. У меня вооружение прокачано на М3 с половиной, то есть МК7. И сейчас там, ну грубо говоря, на половину прокачано МК7. Я такой, что? Как? 3000? Я на М4 такого урона не наносил? Я сразу понял, что что-то произошло. Зашел сегодня, уже на следующий день. Ну, я понял, что это ап. Зашел сегодня на Джиггернаута. На основе. И смотрите, что я здесь вижу. 3300 урона. И это не максималка. 3400 урона. И это тоже не максималка. Максимальный урон сейчас, который написан, 3600. На википедии обновили данную информацию. Но при этом раскладе. Нигде и никто, ни на каких форумах, ни в каких новостях не сказал о том, что Джиггернаут реально апнули. Я считаю, что такие апы втихую делать, ну это вообще жесть. И по той информации, которая у меня имеется на данный период времени, я вам скажу так. Что данный Джиггернаут должен был выйти давным уже давно. И то, что все те характеристики, которые у нас были на М4 вооружениях до этого. Все эти характеристики должны были быть не на М4 вооружении, а на М3. То есть сейчас с М3 вооружением у вас будет урон до 3000. И ХП Джиггернаута, если я не ошибаюсь, 16000. Если что, в комментариях меня поправьте. А что касаемо М4 вооружения, Джиггернаут 20 000 ХП. И также при этом раскладе урон до 3600. То есть любой средний танк это ваншот. Если он с ДАшкой, две рельсы. Раньше что у нас было? Три рельсы. И при этом раскладе еще и у тебя перезарядка была дольше. То есть перезарядка тоже, как вы понимаете, с вашей прокачкой. То есть, ну как бы все апнулось. Перезарядка тоже апнулась. Скорость тоже чуть-чуть апнулась. Все апнулось на этом Джаггере. Просто это реально наконец-таки тот самый Джиггернаут. И он максимально приближен к тому Джиггернауту, который у нас выходил только-только в игре. Когда был введен данный режим. Помните, когда появился он, да? Единственное, что изменилось, это то, что овердрайв копится намного-намного дольше. Но, по сути, даже на таком Джиггернауте можно спокойнейшим образом накидывать большое количество урона. Нагибать и ни в чем себе не отказывать. Спокойно все это дело делать. И, как вы понимаете, что сейчас происходит на мультах, я думаю, что в ближайшее время, если вы захотите, если вы прожмете на данном видосе, ну, это 150 лайков, то я запишу видос на Джаггере. И я вам покажу, что там происходит. Да и можете приходить на стримах, тоже лицезреть, потому что на Джиггернауте я захожу, выполняю там заданки, захожу. Вчера вообще там офигевал настолько, что катал много чего интересного. И это было что-то с чем-то. Я был настолько удивлен, настолько был в шоке от того, что произошло. И я реально рад. Я реально рад тому, что, наконец-таки, уникальность данного режима восстанавливается, возвращается. И, наконец-таки, сейчас меня, правда, очень-очень сильно хотят нагнуть. Я сейчас ошибся, если честно. Надо выжить как-то. Надо как-то выжить. Я реально счастлив то, что Джаггер обнулся. Мне только надо выжить. Я не хочу сейчас его слить, потому что до конца еще три с половиной минуты дела очень у нас, если честно, плохи. Ладно, рельса с овером. Шестнадцать киллов я дал. Я просто стоял, разговаривал, шестнадцать киллов дал. Я здесь мог уже набить очень большое количество опыта. Я надеюсь, что сейчас мы в следующей катке тоже пикнемся, скатаем. Советую вам всем, друзья, пикаться в Джаггернаут, брать Джаггера, играть, кайфовать. Потому что для меня это, ну, моральный буст прям нереально жесткий. Потому что я, когда только появился данный режим, нереально его любил. Я реально радовался тем, что есть уникальный танк, за счет которого ты можешь играть, кайфовать. И это тот танк, который ты также хотел постоянно получать, когда это был ДМ, да. То есть ты рвался за ним, пытался его убить. И это реально стоило того. Сейчас, в предыдущем месяце я записывал даже видеоролик о том, что Джаггернаут нерфнули, да. И серьезно, был нерв. Был нерв, также скрытый нерв Джаггернаута. Сейчас произошел апп, был скрытый нерв. И я очень сильно негодовал, мне сильно горело с того, что уникальности в этом режиме просто нет. Сейчас же, Джаггернаут тапнули, уникальность вернулась. И это то самое, что нужно данному режиму. Чтобы он реально назывался Джаггернаут. И то, что в этом режиме был реально танк, который ты хочешь взять и который реально пнет. Поэтому первую катку я свою на Джаггере, можно так сказать, профуфлыжил. Просрал, потому что много балаболил, а не смотрел на карту и играл. В следующую катку, я думаю, что сейчас мы быстро закончим эту. Пикнемся, я попытаюсь попушить, прям жестко попушить. Подамажить как можно больше урона, потому что сначала не будет оверов у парней. То есть у противника не будет оверов, у меня где-то полторы-две минутки будет. Я надеюсь, что я не сольюсь на вражеском Джаггере и смогу показать очень достойную и интересную игру на данном вооружении. И скажу вам также, что это возвращение фарма на Джаггернауте. Потому что сейчас вы можете набить там 800-700 опыта налегке. Следовательно, вы можете довольно большое количество кристаллов фармануть. Что касаемо мультов, так это вообще просто нереальнейший буст. То есть если я на мультах, да, выполнял там заданки довольно долго, там, если у меня были какие-то там кристаллы, то сейчас я могу зайти на Джаггера, на том самом нагибаторском вооружении, которое у меня сейчас имеется на том аккаунте, с моими прокачками, взять Джаггернаута и просто набить уйма большое количество опыта, заработать большое количество кристаллов за минимальное количество времени. Этим и славит, должен был славиться данный режим. И наконец-таки это все дело вернулось, поэтому, друзья, обязательно так же сами... О, мне дали Джаггера 40 секунд. Давайте попушим, пушим, пушим, пушим. Давайте быстренько на агрессии. На агрессии мы, конечно, катку эту слили, но ничего страшного. Я, возможно, немножко неправильно сыграл вначале. Но надо было рассказать, надо было рассказать. Вот сейчас можно уже полноценно, на максималочку, сыграть. И я даже надеюсь, что вот еще пару-тройку танчиков я здесь заберу. Ну, сейчас, конечно, уже сливаться на Джагге нет смысла. Ну и 29 киллов тоже надел. То есть, да, киллы бьются просто нереально круто из-за того, что вы ваншотите любой средний танк. И, соответственно, конечно же, поднимаете большое количество опыта. Поднимаете большое количество кристаллов. И все у вас в этом плане вообще складывается максимально четко. Так что пикаемся в новую катку. 30 киллов дал. Неплохо, неплохо. И пытаемся сделать то, что я хотел бы вам сегодня, наверное, полноценно показать. Да, то есть, это видос. Я не записываю сейчас 25 фрагментов, да, и из них выбираю катку. То есть, вы сами видите по факту, да. Повезет, повезет. Нет, нет. Но я хотел бы сейчас для вас сыграть вот прям вот идеально, круто, четко и на максималочку. Попытаться выжать полную катку и показать с этим максимальный уровень моей игры вообще в целом. 6. А, начало у нас картики. Конечно, мне Джаггера запекивает. Я не знаю, конечно, где тут целесообразнее стоять, потому что это Вольфенштейн. Карта не самая удобная, не самая приятная. Но вот когда такие ваншоты по викингам вылетают, то меня все радует. Мне все нравится, я вообще доволен. Я думаю, что и вам будет приятно так зайти, да, знаете. Ваншотик вылетел, и вы такой, вообще, найс, просто четко. Просто великолепно, великолепно. Потому что, что у нас было до этого? Выдал рельсу по викингу. Такой, стоишь и думаешь, блин, так еще одну надо выдавать. А тут, оп, одна на респик и все. Все великолепно. Так, овер прожал. Ну, тут грех. Тут грех не запушить. Тут грех не запушить. Я, конечно, пушу. Конечно, пушу. Овер, конечно, был плохой, если честно. И я, похоже, поплатился. Ужас, 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 ужас. Зачем я это делал? Блин. Очень агрессивно сыграл. Давайте я, короче, перепикну лучше. Потому что, ну, не твое, сделал, что я хотел. Вы знаете, то, что я люблю агрессировать на Джаггернауте. Не люблю вот эту пассивную игру, знаете, там, стоять на время, вот это вот выжидать. Но нужно тоже объективно смотреть на вещи. Возможно, сейчас я немножко рискнул, да. И поторопился с овердрайвом. Если бы чуть-чуть попозже бы прожал, бы все бы сработало, бы все было бы четко. Ну, поторопился, да, согласен. Можно было сыграть в Сейвове, можно было на центре карты там покататься, понабивать. И все было бы великолепно. Я поторопился? Окей, хорошо. Поплатился за это? Согласен. Ну, теперь у нас есть катка. Есть Йоркшер. Замечательный. На котором я даже не знаю, что делать. Надо, наверное, по идее, было бы сейчас поехать на Джаггера. Но, блин, ну, слиться в начале катки еще раз. Ну, вы же мне этого не простите. Скажете, что я рак нулевый, который играть не умеет. Поэтому давайте я попробую где-нибудь позицию занять. Вот, блин, там прострел мог быть хороший. Здесь вообще на левом фланге очень неплохо можно стоять. О, четыре троечки выдал урона. Вообще шоколадно. Красиво. И главное, чтобы крит не выпал. Потому что вот если у меня сейчас кританет, это тоже будет вообще нереальный жесткий провал. Я расстроюсь и скажу, что все плохо. Все плохо. Так, ну а пока едем сюда. Очень много викингов против. У меня резист от Магнума есть. Походу был. Да, резист от Магнума есть. Это очень хорошо. Потому что Магнум меня сможет слить с овердрайвом очень быстро. А так как рез есть, я думаю, что так быстро я на резпик не улечу. Так, ну и теперь наверх. Прострелчики. Первый. Три шестьсот. Около максималочки. Походу там вылетел. Три шестьсот тридцать у меня было, да? Это около максимального урона, который сейчас может вылетать. Вообще, в целом, на джиггернауте он меня залетел. О, наши уже тиммейты нагибают. Неплохо, молодцы. Так, ну а я, пожалуй, сейчас агрессировать не пойду. Потому что я уже поагрессировал. И вы видели, да? Чем закончилась моя агрессия в предыдущей катке. Так, овер прожал. Ну и давай сейчас немножко откачусь. Откачусь, откачусь, откачусь. Так, там ДА-шки жмут на гибаторы. Ну, блин. Можно слить вообще. Было бы. Джиггер. Ну ладно, Джиггер там стоит в такой позиции. Я, пожалуй, уеду. Я, пожалуй, уеду. Ой-ой-ой, сводка, сводка пошла. Нет, 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 нет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Фух, не попал, походу. Либо он не успел свестись, либо он не попал. Так, прострела там нету или есть? Блин, я не попал. Попал бы в прострел. Опа! А, там стеночка. Ну ладно, 3600 выдал. Еще 3600. 3200, вернее. Ну и по киллам, конечно, тоже не все так великолепно. На мультах я могу агрессировать намного больше, чем на основе. Вы сами понимаете, что здесь уже играют такие парни, которые меня могут наказать за мою агрессию. На мультах же там, ну, довольно редко тебя наказывают. Там можно более раскрепощенно поиграть. Здесь уже себе такое позволить довольно сложно. Если ты не хочешь отлететь на респ довольно быстро, то себе такое позволять нужно крайне осторожно. Крайне осторожно и крайне внимательно все это дело делать. 3 минуты прошло, если честно, я ничего не набил. Я набил 120 опыта, это очень мало. Потому что в начале катки я наговорил очень многого. Что я там чуть ли не бог с джаггернаутом и могу очень много набить. Но по факту вы сами видите, что сейчас довольно мало у меня набито опыта. И я возвращаюсь опять к этому давлению. Потому что без давления, как показывает практика, ничего хорошего у нас здесь не получается. Но урон апнутый. У меня есть овердрайв. И у меня есть два противника, которые у меня сейчас... А, у меня крит, я понял. У меня крит. У меня крит ошибка. Ну, за это, конечно, я люблю эту игру. То, что меня может критануть. И я даже не пойму, что у меня крит. И то, что у меня уже дроп не берется. Короче говоря, друзья. Не получилось, конечно, мне показать идеальную катку. Но суть вы поняли. Открываем джаггер. И начинаем просто кайфовать и разваливать. Этот джаггернаут по... Если смотреть по обновлениям, да, которые у нас были в игре. То это... По силе, наверное, второй джаггер. То есть, самый сильный джаггернаут был самый первый. Потом его начали нерфить. Нерфить, нерфить, нерфить. Потом какой-то был минимальный ап. Потом опять нерв. Последний вот этот, который я записывал в видеоролик. И вот сейчас вот этот вот по силе джаггернаут. Я считаю, на втором месте из всех тех обновлений, которые у нас были. Поэтому заходите, играйте, кайфуйте, нагибайте. У меня на этом все. Спасибо вам за просмотр, за данного видеоролика. Больше, наверное, разговорный он был сегодня, нежели игровой. Если вам понравилось, то мне будет очень приятно, если вы поставите на него лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Это очень обязательно. Дабы не пропускать новые видосы. Чтобы у вас приходили оповещалки. Вы все видели. Чтобы у вас все красиво было в этом плане. Ну и также, друзья, не забывайте подписываться на группу ВК, в которой в последнее время очень много информации по поводу всех тех турниров, которые мы играем нашим кланом, нашей командой в Блицах, в всяких интересных нагибаторских турнирах. Поэтому в описании ссылочка имеется. Тоже можете переходить. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем удачи. И всем пока.